У всех граждан Украины одинаковое право на получение качественной медицинской помощи. Не секрет, что бесплатная медицинская помощь в нашей стране предоставляется в пределах финансирования отдельно взятого населённого пункта. То есть, деньги из госбюджета выделяются на количество местных официально зарегистрированных жителей. С осени 2014 года в Украине появился новый термин для определения тех, кто бежал от войны – внутренне перемещённые лица. Сегодня эта категория в особой зоне риска. В Северодонецке зарегистрировано более 50 тысяч внутренне перемещённых лиц. Это примерно половина коренных жителей города. Несмотря на внушительные данные статистики, в Центре первичной медико-социальной помощи, именно так сегодня называются поликлиники, утверждают, что нагрузка на врачей увеличилась не более чем на 10%. Среди приезжих пациентов больше всего тех, кому необходимо подтверждение группы инвалидности. В первую очередь те, которые к нам будут обращаться и обращаются – это 1074 человека инвалиды. Поскольку вот этот контингент, он проходит свои переоформления, переосвидетельствования через обращение к медицинским работникам. Это не более 10%. В регистратуре свои представления о количестве переселенцев в медицинских учреждениях. На вопрос, как часто временно перемещенные лица обращаются к врачам, ответ однозначный. Каждый день и очень много, и деток, и взрослые, и старики, очень много. К терапевтам очень много, очень много к врачам узкой специализации, потому что идут уже пациенты с той или иной заболеваемости, потому что на продление группы, на переоформление, в онкологию очень много, очень много. Мы их просто не ведем подсчет, потому что это нереально. Мы просто спрашиваем адрес прописки. Мы работаем, в первую очередь, по прописке, потому, естественно, мы задаем такой вопрос. Проверяем регистрацию, потому что если не зарегистрирован, у нас есть по Гагарина 118В, которая принимает областные. То есть мы уже пациентов отправляем туда, потому мы их не имеем права принимать. В другой поликлинике города заверяют, что принимают всех. Безоговорочно, мы всех принимаем, никого туда не отправляем, мы всех мы принимаем. Если нет карты, мы выписываем бедные адресы. Врачи говорят, что отсутствие медицинских карт создает определенные трудности и медикам, и пациентам. Ведь для правильной постановки диагноза важна полная история болезни. Единственной сложностью и трудностью является зачастую отсутствие медицинской документации. То есть человек прожил жизнь, обращался, наблюдался, лечился где-то. Информацию эту приходится либо как-то раздобывать, либо по новой его направлять на обследование, с тем, чтобы хорошо диагностируется, хорошо лечится. Легкое недомогание можно пережить и без врачей. А вот когда болит серьезно, люди готовы ехать куда угодно, лишь бы вылечиться. Александр Серов живет в небольшом селе Станично-Луганского района, так называемая Серая зона. Это примерно 100 километров от Северодонецка. Мужчине пришлось обратиться к опытным специалистам, потому что местные медики помочь не смогли. Меня привезли на скорой. Почему? Там 2-3 месяца пролечили, улучшения не появилось. Ну, я приехал бомж-бомжом, можно сказать так. Деньги выкачали уже все. Там у нас еще. Тут меня поставили на ноги. Я живу, я дышу. И послезавтра я, надеюсь, домой. Александр говорит, что после операции навещать его некому, так как родные далеко. Отношением персонала к себе и больничными условиями доволен. Да, питание здесь отличное. Равносильно, что дома. Я тут 3 недели. Дочка приехала 2 раза. Почему? Дорога далекая. Ей только на дорогу надо 200 гривен. Питание в больнице есть. То есть больные у нас получают питание. Завтрак, обед, ужин полноценно. Все это есть. Это все за счет нашей больницы люди получают это все. То есть даже если человек приехал оттуда, и никаких родственников нет, никто там не сможет принести. Всегда какой-то там суп, какое-то там мясо, все равно у него все это будет в пищевом рационе. Врачи стационарного отделения на нагрузку не жалуются. К потоку переселенцев привыкли и относятся с пониманием. По их словам, местные больные стараются быстрее выписаться домой и потом приходят на процедуры или перевязки. А переселенцы, как правило, остаются в больницах по нескольку недель. Значительно увеличилось количество людей, переселенцев, иногородних, которые раньше лечились у себя по месту жительства. То есть это вот такие города, как Счастье, Кировск, Первомайск, Луганск. Приезжают оттуда сюда к нам оперироваться и лечиться. Многие даже не имеют этого статуса. Они живут в этой серой зоне и они нуждаются в медицинской помощи. Они приезжают сюда, они у нас здесь оперируются, мы оказываем им помощь. Медики отмечают, что материальное состояние большинства приезжих пациентов оставляет желать лучшего. Просят выписать лекарств поменьше и подешевле. Люди практически не обеспечены, поэтому стараемся по максимуму оказать им помощь за счет бюджета, за счет средств больницы. А средства-то выделяются на жителей нашего города. Но мы стараемся изыскать, найти эти возможности, потому что люди практически приезжают вообще без ничего. Среди пациентов Северодонецкой больницы есть и военнослужащие. Их лечат военные врачи. Но при необходимости они помогают своим гражданским коллегам и советам, и опытам. В области сейчас серьезная проблема нету таракального хирурга. То есть мы есть среди военных, есть таракальный хирург, мы по крайней мере консультируемся с ним. Таракальное отделение осталось у нас в Луганске, и, к сожалению, сосудистых хирургов раньше не было, сейчас есть. Но ребята сосудистых хирургов, военные, когда были, всегда помогали нам. Врачи говорят, что не делят пациентов на местных и приезжих. Ведь независимо от границ эти люди граждане Украины. Безоговорочно, мы всех принимаем, никого никуда не отправляем. Никому не отказываем, всех принимаем, обслуживаем. А мы никому не отказываем, чем можем, тем поможем. Никакой разницы нет, это все граждане Украины, и они получают здесь медицинскую помощь, и мы не делим их по территориальному признаку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok